МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Событие, которое надолго останется в памяти его участников. В актовом зале Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан были вручены удостоверения и жетоны участникам проекта Башкирского регионального отделения Русского географического общества «Уральский барс», выполнившим все условия конкурса. «Уральский барс» – первый в истории России региональный проект, направленный на развитие внутреннего туризма на Южном Урале. Его участники – обычные отпускники, туристы, любители пеших прогулок и горных восхождений и даже люди с ограниченными возможностями. Мы очень гордимся вами, потому что, несмотря на вашу болезнь, вы прошли четыре вершина, пять вершин, и, знаете, после тяжелой операции он еще одну вершину, и осталось еще две, поэтому за боли победы мы вас отмечаем и надеемся, что вы все вершины делаете. Спасибо! Эхимис Тавис Латыпов после сложнейшей операции сумел покорить пять вершин. По условиям конкурса звание «Уральский барс» присваивается за восхождение на семь тысячников Южного Урала. Горы Большой Еремель, Кумардак, Круташ, Масим, Елангас, Кушай, Рассыпная. Тем не менее, организаторы решили отметить волю к победе этого несгибаемого человека. Всего в проекте приняли участие более тысячи человек из шести регионов России, шестнадцати городов и даже из-за рубежа. Например, наш земляк, ныне житель Канады Ильдар Самерханов, во время своего посещения Уфы тоже решил принять участие в проекте. Еще находясь в Канаде, в июне месяце я узнал, что РГО проводит акцию подняться на семь тысячников Южного Урала, семь тысячников Башкирии. Я решил, если будет такая возможность, подняться хотя бы на одну вершину, на Курташ. И вот моя затея, моя мечта с помощью башкирского отделения РГО удалась. Мы на вершине. Рекорд скоростного восхождения на семь вершин поставил уфимский блогер и путешественник Олег Чагадаев. Он поднялся на все семь тысячников менее чем за двое суток. Кстати, Олег член Оргкомитета проекта «Уральский барс». И во время награждения участников первого этапа проекта он огласил условия второго этапа, который стартует летом будущего года. Продился такой маршрут, который пройдет в центре, по центру Южного Урала, из Белорецкого на вершину Ремеля, вдоль хребта Кумардак, с восхождением некоторых вершин из них. В нем будут входить знаковые вершины, какие-то исторические места, как, допустим, у Скалейной железной дороги Белорецкой. Одна из самых больших каменных курубных рек Южного Урала, Большая Россия. Всего в этом году с июня по ноябрь на семь вершин поднялись 116 человек. Анастасия Тимошкова из Екатеринбурга узнала о проекте от друзей из Уфы. Летом во время отпуска вместе со своим другом специально приехала на неделю в Башкирию, чтобы подняться на все семь вершин. Предвиделся отпуск в июле месяце и решили с моим молодым человеком также осуществить поездку в Башкирию, куда планировали поехать. Но это уже была целенаправленная поездка. Поскольку любительски занимаемся бегом, интересен именно горный бег, трейл-ранинг. В этой связи интересны всегда были путешествия, новые места, выезды в новые места. Решили также пройти по семи вершинам. Организатор конкурса и исполнительная дирекция регионального отделения РГО даже не предполагала, что он станет таким массовым. Старичина русского географического общества, заслуженный мастер спорта по туризму СССР, известный краевед и составитель туристических маршрутов Вадим Марушин, обращаясь к уральским барсам, попросил побольше внимания в своих походах уделять изучению истории проходимых мест, изучать и описывать их. Главное, чтобы вы знали о том месте, где вы путешествуете. Вот за Уральем. А это что? Это, если в Челябе возьмем чуть-чуть, это шелковый путь. Если по самому хребту и пройдем, это путь Ферсмана, это яшмовый поезд. В завершении церемонии награждения известный бард и композитор, путешественник и действительный член русского географического общества Александр Лынник исполнил для участников проекта свою новую песню – гимн «Уральский барс». Это не ради сладок, а не показухой барс. Все вершины Урала возьмем, не крето уральский барс. Вопреки морозам и ветрам, плохой видимости, сильному течению и сетям браконьеров эти люди лезут в воду. Их называют подводными охотниками. Однако не всегда охотничий трофей для них главный. Традиционный зимний фестиваль подводной охоты прошел на незамерзающем участке реки Уфа ниже Павловской ГЭС. Праздник собрал около сотни фанатов экстремального вида подводного спорта из городов и районов Башкортостана и Татарстана. Молодцы! Коллективно, активно все откликнулись, собрались на наше мероприятие. Очень приятно. Погода вам тоже располагает всем. Окресости деревни Яман-Порт буквально заполонили любителей подводной охоты. Многие приехали целыми семьями. Судейская коллегия, в составе которой подводные охотники с большим стажем, оглашает правила соревнований. Они просты. За счет принимается добытая рыба весом от 1 килограмма для хищных пород и от 500 граммов для белорыбецы. Старт в 11 часов утра. Взвешивание трофеев прекращается в 15.00. Хорошо! Хорошо-то как! Температура воды в реке порядка 6-8 градусов. Сильное течение. Местами река перегорожена браконьерскими сетями. Однако все это пустяки для настоящего подводного охотника. Препятствия только подогревают азарт. Бывает, что новички выигрывают больше, чем опытные охотники. Опытные охотники заморачиваются. А новичок, он еще открыл глаза, он смотрит. Повезет, не повезет. А рыбалка, охота – это везение. Во-первых, удача. Пока участники соревнований обныривают акваторию реки Уфа в районе Павловки в поисках трофеев. На берегу внушительная группа поддержки напряженно ждет выход спортсменов из воды. Кто-то играет в футбол, кто-то готовит плов. Но вот, наконец, и первые участники соревнований выходят на берег с добычей. Гертюлинец Ришат Себогатулина – обязательный участник зимних фестивалей подводной охоты. Наконец, повезло и ему. Буквально перед финишем пострелил судака весом более 3,5 килограммов. Это достойный трофей. Взял я вот в начале самой деревни Яман-порта. Уже, скорее всего, даже уже не охотился, а вышел на стремнину и шел уже на финиш как бы. Ну, подзамерз. И на стремнине где-то, ну, глубина где-то около 3 метров на большой скорости выскочил на него и практически пролетел. Но затормозил ластами. Ласты, буквы Г, сгибаются и происходит торможение при течении. При развороте сделал выстрел, попал по касательной. Впрочем, для всех этих людей неважны трофеи. Можно несколько часов провести в ледяной воде и не подстрелить ни одной рыбы. Главное – надежда, что в следующий раз повезет больше. Всех этих людей объединяет одна благородная страсть – подводная охота. Не важно, какой у тебя достаток, на какой машине ты ездишь, главное – ты в теме, ты подвох. Подводная охота – это путь к здоровью. Человек, который занимается подводной охотой, как правило, бросает курить, а уж о выпивке и речи нет. Подводный охотник – это, во-первых, человек, ведущий здоровый образ жизни, потому что понимает, что на воде надо быть адекватным, надо быть здоровым, надо быть в форме. Зима для подводного охотника в радость, потому как прозрачность воды больше, чем летом. Фитоплантон падает, вода прозрачная, температура воды ниже 4 градусов пресной не бывает, дальше она замерзает. И холодная вода – это лед, а когда это еще не лед, это теплая вода. Костюмы позволяют находиться в воде охотнику 3-4 часа без проблем. Зимний фестиваль подводной охоты проводится по инициативе клуба «Толкас» не первый год. Река Уфа для этого – самое подходящее место. Вода не замерзает, да и рыба водится. На сегодня, я думаю, будет ясть. Ясть – полтора-два килограмма, очень вкусная здесь, чистая. Потом попадается щука, попадается судак, налим попадается, может, даже сомик. Если стерлядка заплывает сюда, мы ее не трогаем, это краснокнижная рыба. Среди рыбаков бытует мнение о том, что подводные охотники выбивают всю рыбу на водоемах. Это неправильное мнение. Ни один из участников соревнования не вышел из воды с рыбой, не претендующей на трофейный размер. Подводная охота – это уже не добыча еды, это поиск трофейной рыбы. Туфимцу Виталию Ульянову повезло на этих соревнованиях. Ему удалось подстрелить не один, а несколько трофейных экземпляров. Белочи много, бить не стал, которые с ладошкой, они все равно за что-то не идут. Ну, пару идей хороших ушли было. Одного промазал. В итоге самый большой трофей вынес на берег подводный охотник из дертюлей Ришаций Богатуллин. Он подстрелил почти на финише судака весом более 3,5 килограммов. А общий вес его улова составил более 4 килограммов 600 граммов. Кстати, на взвешивании судьи отметили и рекордные размеры для щуки, налима, окуня, которых подстрелили участники соревнований. А это значит, что рыба в реке Уфа не мельчает, а набирает вес. Как прекрасен мир подводный. Он не хуже, чем земной, с виду жуткий и холодный, но влекущий и живой. Эти строки стихотворения уфимца Юрия Лыника как нельзя лучше отражают состояние души людей, пожизненно влюбленных в подводную охоту. Башкирское региональное отделение Русского географического общества назвало победителей первого республиканского конкурса детского творчества «Цветущий край» и седьмого республиканского детского интернет-конкурса «Птицы Башкирии». Я хочу нарисовать котелка. Самая юная участница конкурса детского творчества «Цветущий край» Карина Маликова приехала на награждение в Уфу из Дуванского района. Впрочем, география первого в истории республики конкурса очень широка. Почти 40 районов и городов, и даже участники из соседних регионов. Конкурс проводится по инициативе регионального отделения РГО по нескольким номинациям. «Животный мир Башкортостана», «По туристическим тропинкам моего района», «Чистая республика», «Природа наш общий дом», «Растения нашей местности», вошедшие в Красную книгу Республики Башкортостан. Мы хотели узнать, а как к нему относятся дети? То есть, как они оценивают свою родину? Малую, большую родину? И чтобы более конкретно узнать ответ, получить правильный ответ, распределили номинации. На мой взгляд, самая интересная номинация по туристическим тропинкам моего края. Дети-участники номинации по туристическим тропинкам, ну, просто очень глубоко, очень проникновенно рассказали о своем районе, о своем городе, о богатствах и о проблемах. И, наверное, это самое главное, что мы хотели услышать, увидеть, получить. Школьник из Нуримановского района Глеб Алексеев написал сочинение о подвиге своего прадеда, участника Великой Отечественной войны. Я писал сочинение «Мой прадедушка-пулеметчик». Я описал его, как почти в сердце ему попала пуля. Врачи ему предлагали вытащить ее, но он отказался и прожил с этой пулей всю жизнь. Всего в конкурсе приняли участие 145 школьников почти из 40 районов и городов республики. Они представили на суд жюри 250 работ – рисунков, плакатов, сочинений, сказок, поделок. Например, Диана Абсалямова из Кугарчинского района, убедитель номинации «Животный мир Башкортостана», написала несколько сказок на башкирском языке, героями которых стали звери и птицы, обитатели наших лесов. Камила Гимакаева из «Вертюлей» написала сочинение о жизни бобров. Самое главное, мне помогли мои учителя выбрать этот вид животных. Это мои учителя, моя мама, конечно же, мне помогала. Я и сама по себе очень люблю животных, поэтому я выбрала эту номинацию. Также награды получили участники 7-го республиканского детского интернет-конкурса «Птицы Башкирии». В пяти номинациях конкурса приняли участие 3860 детей из городов и районов республики. Ребятам удалось запечатлеть на фотографиях редких пролетных птиц. В этом году была фотография четвертая находка Беллаиста на территории Башкирии, чему мы порадовались. И причем это вторая находка, о которой мы узнали как раз благодаря интернет-конкурсу «Птицы Башкирии». О залете в республику редкого вида белого аиста в адрес жюри пришли сотни рисунков наших пернатых друзей. Участники конкурса отвечали на непростые вопросы о птицах Башкирии, участвовали в посадке деревьев и кустарников, полезных для птиц. В центре досуга санатория «Зеленая роща» открылась фотовыставка, на которой представлены лучшие работы участников республиканского фотоконкурса «Живая природа Башкортостана». Конкурс проводится не первый год и стал традиционным среди как профессиональных фотографов, так и любителей. В этом году в конкурсе приняли участие около сотни фотографов из самых разных уголков республики. В финал было отобрано 60 фотографий в номинациях «Панорама Родины», «Пейзаж», «Фотоэтюд», «Растения в кадре», «Позируют животные», «Природа и человек». Организаторы конкурса – региональное отделение Русского географического общества и дирекция по особо охраняемым территориям. В этом году, в августе, был организован фототур в природный парк Мурадомовского ущелья, где приняли участие около 30 человек. И все они в течение двух дней фотографировали природу Мурадомовского ущелья. Фотокорреспондент районной газеты Руслан Никонов в конкурсе принял участие впервые. Узнал о нем из интернета и сразу стал призером. Номинации «Открытие» ему присудили третье место за работу «Параллели». Все свои фотографии Руслан сделал на своей малой родине. «Я снимал их у себя, то есть в Башкирии. Сделаны они недалеко от города Нефтекамска. На озеро, в которое птицы летают, это за городом Нефтекамском находится. А лошади на праздбище находятся на земле Краснокамской, Краснокамского района, тоже за городом Нефтекамском. А лесной массив – это у нас, как говорится, гордость нашего города, который окружен лесом, весь наш город Нефтекамск. Как считает секретарь Башкирского отделения Союза фотохудожников России Рамиль Кельмаматов, тем не менее башкирским фотографам нужно полнее раскрывать свой потенциал, искать новые ракурсы, идти по новым неизведанным тропам, теплее отображать родную республику через объектив. Башкирское географическое общество России проводит большую работу, пропаганды нашей республики и проводит много выездов, организует фотографов, которые уже организуют фото-выставки по нескольким направлениям, организуют выезд фотохудожников на место, интересные места. Я смотрю эту выставку, немножко не чувствую ответные движения фотографов, фотолюбителей на это направление. Если географическое общество старается, они, по-моему, мне кажется, дороги далеко не уходят. Вот что жалко. Потому что все люди, когда приезжают, говорят, ой, Башкирия, Башкирия, Швейцария, Швейцария – это хуже, чем Башкирия. Вот это вот знали бы те авторы, что Башкирия лучше, чем многие вот интересные страны, африканские. Они, может, берут вот своим вот дикий природой, а у нас теплая природа. Вот это вот теплоты, любовь Башкирии, вот этих снимков маловато. Победители конкурса получили из рук председателя регионального отделения РГО Камиля Зиганшина дипломы и денежные призы. Также были отмечены победители республиканского конкурса «Лучшая туристическая стоянка». На фото-выставке была представлена коллекция уникальных работ известного фотохудожника Фаиля Абсатана. Песня, стихи и викторина на французском. Десерты, приготовленные по французским рецептам. Франкоязычный Дед Мороз из Африки. Такие сюрпризы приготовила общественная организация «Альянс Францесско-Уфа» для своих активистов в канун Рождества. Рождество по-французски прошло в Национальной библиотеке имени Заки Валиди. Директор Уфимского альянса Вилорий Якупов рассказал гостям о работе, проделанной Обществом любителей французского языка и культуры за год, о проведенных альянсом мероприятиях. В которых активно участвовали многие из тех детей, которые я здесь вижу. Это и конкурс французской песни, и мини-фестиваль французских театров с участием школьников 39-й школы и других школ. Иван Эхов Блэс Гастан, студент Уфимского государственного нефтяного технического университета. Приехал в Уфу из Камеруна. Для него это второе Рождество в России. Это мой второй год здесь, в декабре, здесь в России. Потому что раньше я был в другой город, я раньше был в Казани, я там делаю декабрь, праздник. Это мой второй раз, сейчас на Уфу. Я чувствую себя очень хорошо, потому что здесь я вижу много человек, русский язык, который, русский человек, который знает французский. Я очень, это для меня очень хорошо, я очень рад видеть это. Я очень рад для ее это. Я могу, русский человек тоже говорю по-французски, это очень интересно. Аселина Ришон, международный волонтер Альянса, встречает Рождество с настоящим снегом впервые. У нее на родине, на острове Маврики, в ночь перед Рождеством посыпают подоконники мукой, чтобы смитировать снег. На жарком Маврикии Санта-Клавас ходит дома через окно, а не через домоход камина, как в Европе и в Америке. Селина приехала в Уфу, чтобы преподавать французский язык в Башкирском государственном педагогическом университете. Обращаясь к активистам Альянса, она отметила, что в Альянс Францессу Фа ждут всех в любое время, и не обязательно только для изучения французского. Просто пообщаться, поделиться новостями за чашкой чая или кофе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!